Вот можно еще один конкретный пример? Пожалуйста. Я не могу о нем не сказать. Нам все говорят, вот пример, допустим, Надежды Савченко. Ну, это позор, то, что мы все знаем имя Надежды Савченко. И никто не знает, вот никто не знает имена Корнелюка и Волошина. Ну, это тоже государству? Нет. Это каждому. Это каждому. И вот это должно быть отправной точкой, дополнительной, что мы должны просто чувствовать, что эти два парня погибли там, для того, чтобы мы с вами, и вы, и я, и радиослушатели, и телезрители могли вечно включить телевизор и посмотреть, то есть вернуться к первым двум пунктам, правды и инфраструктуры, и базы информационной, чтобы мы могли узнать, а что там происходит на Украине, а как там дела, а вот то, что говорят там в Штатах, и то, что там происходит на самом деле, как это все соотносится. Вот пока мы, вот просто каждый из нас, не важно, чем мы занимаемся, внешнеполитической пропагандой, журналистикой, не знаю, там, владеем рестораном, заведуем детским садом, вводим троллейбс, не важно. Но мы должны понимать, что мы не можем все время перестраиваться с волны на волну, крутить этот радиоприемник, щелкать кнопками, и не знать имена тех, кто погиб, выполняя свой долг для того, чтобы мы были информированы. И это не только про Корнелюка и Волошина, это про многие другие остальные случаи. Про Стенина. Информация крайне избирательна. Да кому можно запретить знать и желать знать правду о наших гражданах, которые погибли там, вот еще раз повторяю, для того, чтобы мы вечером, приходя домой, заваривали себе чай, переключали каналы и имели возможность посмотреть, что там. Вот я была на выставке Стенина, фото выставки Стенина. Ну, слушайте, ну я пришла туда, меня позвали, меня пригласили, и, конечно, я думала, что это человек, который вот снимал Украину. Я когда посмотрела его фотографии, ну это же, он же уникальный человек был. И его фотографии из других точек мира, это, ну не знаю, это вообще такой золотой фонд и фото журналистики, и вообще чего-то такого гуманного, чего-то такого высвечивающего, высвечивающего какие-то истинные ценности. Вот эти люди должны становиться героями нашего времени. К сожалению, их с нами нет, но их имена мы должны знать. А мы, к сожалению, знаем именно Надежда Савченко.